сейчас хочется немного рассказать вам о нашем корабле сплэндида и о круизном отдыхе надеемся наши зарисовки будут вам полезны отправляясь из якагава в сакату мы знали что впереди нас ждет один полный день на корабле и решили посвятить его подробному изучению всех достоинств этого лайнера и поделиться с вами нашими впечатлениями от msc сплэндида если вы никогда не были в круизе попробуем вас соблазнить собственным примером и покажем как развлекаются на корабле начнем с того что публика здесь самая разношерстная и по возрасту и по национальности круиз из шанхая поделился для нас на две части первую я бы назвала китайской потому что подавляющим большинством на судне были именно китайцы в якагами вся эта огромная группа сошла на берег и на их место пришли японцы и началась японская часть марлезонского балета представьте что вы поселились пятизвездочном отеле и вот этот отель плывет по морю и везет вас к новым странам к новым городам это здорово это замечательно и так обо всем по порядку сначала перечислю все активитис я уже говорила что круизный лайнер это как большой пятизвездочный отель который везет вас по морям и океанам не давая скучать конечно же все питаются здесь по системе all inclusive есть отдельные рестораны где вас обслужат официанты есть ресторан со шведским столом на 11 палубе там вы можете есть с утра до вечера в любое время кроме того на лайнере ежедневно по два-три раза в день проводятся шикарные шоу все артисты проходят тщательный отбор и поверьте заурядных артистов я здесь не встречаю а а а а а а а а а и а а а а а а и Тренажерный зал, спа-салоны, кинотеатр, караоке, боулинг, спортбар для любителей, а также много баров с живой музыкой и площадками для танцев. Нас очень порадовала пара музыкантов из Баку. В репертуаре которых было много русских песен. И наши друзья каждый вечер собирались в этом баре послушать музыку и поностальгировать. А специально для нас они исполнили танго, за что отдельное им спасибо. Наши ребята танцуют. По утрам вы можете пойти в тренажерный зал, а можете заняться гимнастикой, цигун, ушу, йогой. Здесь есть хорошая возможность с пользой провести свободное время. Круиз – это просто рай для тех, кто хочет попробовать в жизни что-то новенькое. Например, изучить латинские танцы, танго или попробовать новые виды спорта. И, наконец, найти новых друзей, что я считаю самым важным. Например, мы познакомились в круизе с одним очень приятным японцем, которому исполнилось 86 лет. И он был вполне себе бодрячком, не отказывая себе ни в пиве, ни в шампанском, ни даже в саке. А если лень, то просто валяйтесь в джакузи после бассейна с морской водой. Ну и, конечно, казино – главный источник дохода всех круизов. Причем, если на корабле нигде не принимают наличные, то казино – исключение из правил. Сделано все для того, чтобы вы не испытывали проблем потратить свои деньги. Круиз – это еще рай для шапоголиков. Магазины на круизном лайнере пестрят распродажами и скидкой. Прекрасные магазины парфюмерные. И вы можете купить… Вот, посмотрите, здесь и продукция с красными, зелеными, золотыми, оранжевыми ценниками. И можно, в принципе, купить два по цене одной. Вот, пожалуйста, если вы выберете, можно очень удачно приобрести два флакона французских духов для себя и для него. И многочисленная команда делает все, чтобы вы не скучали. Когда лайнер заходит в порт, вы можете отправиться на экскурсию, заказав ее прямо на корабле, или отправиться в одиночку исследовать город. А многие даже остаются на судне и просто лежат себе у бассейна, наслаждаясь полупустым лайнером. Если у вас есть маленькие детки, то обязательно поезжайте в круиз, и вы сможете отдохнуть здесь. Вашими детьми займутся профессиональные бибиситеры или нянечки. Для детей здесь выделены особые детские зоны. И ребенка можно даже оставить под присмотром бибиситера, не беспокоясь, что ему не понравится. Я заметила, что многие родители забирают своих детей только вечером, за ужином. Представьте, что вы можете в этот момент посидеть у бассейна или вообще пойти на экскурсию. Куда-то вы приехали в город, оставляете детей. Я вас уверяю, что с ними ничего не случится. Их и накормят, и спать уложат, если надо. Днем здесь проводится шикарный детский шоу, на которых ребятишки сидят разим в форте от восторга и удивления. Я специально посетила одно такое шоу и просто прослезилась. Ну почему в моем детстве такого не было? Это наш третий круиз, и трижды мы путешествовали разными компаниями. Они немного, но отличаются между собой, сервисом, условиями и анимацией. Круизные программы очень отличаются. Иногда бывает так, что вы пару дней можете провести в море или один день, насладиться всеми прелестями корабля. А может случиться так, как вот с нами в прошлом году, когда каждый день новый город и даже новая страна. Это немножко утомляет. Когда вы выбираете круиз, то читайте отзывы бывалых круизеров. Мы с большим удовольствием рекомендуем сайт новимба.ком. Ссылку найдете под видео. Если вы надумаете в круиз, то вам туда непременно надо заклянуть. Во-первых, вы можете узнать обо всех предстоящих круизах. И обо всех прошедших круизах тоже. Здесь же можно найти людей, которые собираются на тот же круиз, заранее с ними познакомиться и договориться об экскурсиях. Мы, кстати, так и поступили. В Шанхае уже набралась группа. Мы все перезнакомились. И это было хорошим началом нашего круиза. Если вы человек общительный, то вам сюда. Много интересных знакомств, я вам гарантирую. А если вы чувствуете недостаток общения, то вам снова сюда. Представьте себе 5000 человек под одной крышей. И всем в хорошем настроении. Потому что здесь очень трудно этого избежать. Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях. Мы постараемся на все ответить. Володя, ты как уезжаешь из Шанхая с сожалением? С ожиданием нового интересного. Но все-таки скажи, что в Шанхае было классно. Идя не хватило, но... Ну, красивый город. Хороший, красивый город. Советуешь поехать в Шанхай? Да, конечно. В любом случае это интересно. И самое интересное, у нас почему-то не проверили багаж. Как обычно служили. Как не проверили? Я имею в виду при запуске на карабель. Как-то так получили. Итак, вот мы заселили свою каюту. Посмотрите, достаточно широкая и просторная каюта. В прошлый раз у нас было меньше. И даже очень такой приятный диванчик. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Собираясь в Куриис, мы слышали, что на Японию надвигается тайфун. И я очень надеялась, что стихия обойдет нас стороной. Тем не менее, пару дней штормила. Вот такие вот волны сейчас. Но это уже прошло. Ничего себе прошло. Да там пятиметровые волны похожи. Где же оно прошло? Может быть дождик прекратился? Хотя не уверена, потому что окно мокрое. А чем ниже, тем больше волны. Итак, третий день нашего круиза. И сейчас такой небольшой шторм с ливнем. Посмотрите, что творится в бассейне. Это не специальная волна. Это вот так вот нас сейчас шатает. И вот так вот кормит. Поэтому купаться в бассейне как бы тяжеловато. Но будем надеяться, что все-таки мы придем достаточно. Вечером проходят постоянно какие-то шоу. Каждый день в 6-8 часов. В зависимости от того, какая у вас смена на ужин. То есть вот мы, например, берем вторую смену. Потому что очень удобно. Если ты целый день находишься в городе. И потом приезжаешь вечером. То нам удобнее ужинать в 7.30. И в 6 часов есть представление. Но если ты пропустишь представление, это, наверное, не так страшно. Для тех, кто ужинает раньше, для них представление позже. То есть дважды в день. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ